Слово о принятии Севериана Пояснение. Поводом к этому слову послужило следующее обстоятельство. Севериан, епископ Гобольский, находясь в Константинополе, приобрел дружбу святого Яна Златоуста. Во время путешествия, предпринятого святителем в Азию, Севериан, как полагает, захотел воспользоваться его отсутствием, чтобы привлечь на свою сторону народ, отвращая его от святителя, к которому народ относился с такой восторженной любовью. Святой Ян Златоус, извещенный об этом своим архидиаконом Серапионом, высказал Севериану свое негодование, и возмущенный народ изгнал епископа Гобольского из Константинополя. Возвращенный заботливостью императрицы Евдоксии и самого императора, он, однако, был вновь возвращен в столицу самим святителем, которого он хотел вытеснить. Народ опять восстал против Севериана, и только один Златоус мог опять успокоить его. По этому поводу он и произнес настоящее слово. На следующий день зашел на кафедру и сам Севериан, и произнес примирительное слово, которое помещено ниже. Как главе необходимо быть в связи с телом, так церкви со священником и народу с правителем. И как ветвям необходимо соединяться с корнем и рекам с источниками, так сыновьям с отцом и ученикам с учителем. Это не напрасно высказывали мы вашей любви, но так как мне нужно объявить вам нечто, то я и хочу подготовить вас, чтобы потом никто не смущался и как-нибудь не прервал нашей речи, но чтобы возрастало в вас повиновение учеников, и видно было, какое расположение вы питаете к отцу. Украсьте меня, дети, и возложите на меня венец вашей покорности. Сделайте, чтобы все почитали меня блаженным, и прославьте мое учение своим послушанием. По увещанию апостола, который говорит, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны им, ибо они пекутся о душах ваших, обязанные дать отчет. Евреям 13.17 Это я предварительно возвещаю, чтобы кто-нибудь не пренебрег нашим увещаниям. Я отец, и мне необходимо давать советы детям, что в плотских отцах делает естество плоти, то в нас благодать духа. Я отец, и крайне заботливый о детях, так что готов пролить за вас кровь свою. И это не заслуга моя, такого апостольский закон и заповеди Господа, говорящего, пастырь добрый душу свою полагает завет своих. И вы тоже делайте для нас так, как привязаны к нам подобной же любовью. Так и Павел слышите, что говорит. Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые головы свои полагали за меня. Подина, как прекрасно пастырю быть закланным за овец, так же прекрасно и овцам в самой смерти не отделяйся от пастыря. Если они будут с ним нераздельно, то не станут бояться волка, дьявола. И на любви крепче Адаманта. Брат от брата помогаем, как город твердый и высокий. С этого начал я свое слово, чтобы вы с любовью выслушали то, что мы скажем, и чтобы кто-нибудь из вас не стал возмущаться. Притча 18-19. Говорим о таком деле, о котором достойно говорить в церкви, о котором достойно слушать с охотою. Говорим с вами о мире. И что приличнее священнику Божию, как не располагать народ к миру. Противоречия не бывает там, где и посольство священное, и посол любезен. Говорим о мире, для которого Сын Божий снизошел на землю, чтобы кровью своей примирить не только то, что на земле, но и то, что на небе, и земное соединить с небесным. Говорим о мире, для которого Сын Божий пострадал, для которого Он пригвожден был ко кресту и погребен. Миру наставил нам вместо всякого наследственного имения и дал церкви вместо стен. Его положил щитом против дьявола. Им вооружил нас, как мечом, против бесов. В мире указал Он верным, спокойнейшую пристань. И в нем даровал нам средства к умилостивлению Бога и способ почищения грехов. Об этом мире я пришел к вам ходатаем. Не покройте меня стыдом, не обесчезьте моего посольства. Согласитесь со мною, прошу вас. Много уже было в церкви печальных событий. Исповедуюсь пред Богом, но я не одобряю возмущений, не люблю мятежей. Оставим же это. Перестаньте, успокойтесь. Умирите дух. Обуздайте гнев. Довольно уже страдала церковь. Пусть будет конец. Пусть прекратятся смуты. Это и Богу угодно, и благочестивейшему государю приятно. Надо бы повиноваться и царям, особенно когда они сами повинуются церковным законам. Если апостол говорит начальникам и властям покоряйтесь, то ни тем ли более царю благочестивому и заботящемуся о церкви. Итак, если я приготовил ваши души к принятию моего посольства, то примите брата нашего, северяна-епископа. Благодарю вас, что речь мою сопровождаете похвалами. Вы даете мне плоды повиновения. Теперь я радуюсь, что посеял доброе семя, потому что вот уже и собираюсь на пыль пшеницы. Да наградит вас Господь за вашу благосклонность и послушание. Теперь вы принесли Богу и истинную жертву мира, потому что, услышав это имя, никто не возмутился, но с любовью вы принимаете его, и как скоро мы произнесли слово, тотчас вы изгнали из души весь гнев. Примите же его с искренним сердцем, с отверстиями, объятиями. Если произошло что-нибудь прискорбное, забудьте. Во время мира не должно быть воспоминаний о раздоре, чтобы радость была на небе, радость на земле, радость и духовный восторг в церкви Божией. Впрочем, будем молиться, чтобы Бог благоволил сохранять церковь в мире, даровал ей мир твердый и непрерывный во Христе Иисусе Господе нашим, с которым Богу Отцу со Святым Духом слава вовеки веков. Аминь.